Я не знаю, если мы на него успеем. Так, надо стартануть запись. Ага, второй полуфинал Фейсет. Эвил против Слимка. Просто мега отвратительный респаун для Слимка. У него есть аж ничего. 17 хитпоинтов и гранатомет. Просто супер отвратительный респ. Здесь ничего не поделать. Это Квейк Лайф. И что-то мне подсказывает, что после такого начала Эвил здесь... Думаю, что без особых проблем эту карту выиграет. То есть он ее на лане показал, что он играет просто бесподобно. Если я правильно помню, он выиграл Сайфера на Аэроволк. Да ладно, Слимка! Люди, которые нас удивили, просто попадают он в эту рубрику сразу. Так вот, Эвил, по-моему, выиграл Сайфера на Дроид Слан на Аэроволк. Поэтому это дает основания полагать, что уж со Слимком он как-нибудь справится. Сейчас два просто невероятных рейла от русского киберспортсмена. Счет 1-1 за первую минуту. Ой, какой рейл. Ну, Эвил, конечно, дает. Погвизни. Свой фраг Слимк сделал благодаря тому, что попал какие-то супер невероятные ракеты. Но... Ой-ой-ой, какие еще две ракеты от Слимка? Это просто школа Сайфера. Три ракеты от Слимка? Невероятно. Вот это действительно просто невероятно. На семи хитпоинтах уходит Слимк. Попадает еще и гранатой в лицо. Ребята, какая безумная вообще игра у нас. Просто сумасшествие какое-то происходит. Не хочет Эвил уходить. Понимает, что получит он этот рейлган. Точнее, даже сразу 2. Слимк от Умигу что брал, что не брал. Да, я думаю, даже еще хуже все у него стало. После ее подбора. Но и оставлять ее, естественно, он тоже не имел никакого права. 3-2 в пользу Эвила. Какой-то супер потный матч. Просто сумасшедшую стрельбу показывают ребята Сергей из Рейлгана. А Слимк, в свою очередь, из Рокет Лаунчера. Какие-то вообще нереальные вещи творит. То есть, если бы не такая стрельба из Рокета, счет был бы совсем другой. Здесь плюс Мега для Злова. Ну и по стеку, конечно, теперь он... в разы крепче. Все, что есть у Беларуса, это один желтый. Ну, точнее, был желтый. Теперь нету и того. Сережа вообще не торопится за красным. Красный лежит уже 20 секунд. И теперь пора за Мегахелсом. Без боя не хочет Слимка отдавать, но все-таки... Ну, не стал он уже лезть на рожон совсем. Он решил просто убежать. Отдал без боя он Мегахелс. Сейчас неплохо пострелялся. Но такие вот размены, рейл на рейл, они в любом случае выгоднее Эвилу, потому что у него есть контроль, у него есть нормор, у него есть экстра ХП за счет Мегахелса. И, соответственно, то есть рейл на рейл, я думаю, он только за постреляться, потому что он будет обменивать хитпоинты на фраге. Ух, какой рейл сейчас от Сергея Орехова. Да, рейл идет определенно у Эвила. Просто летит даже, я бы сказал. И какой рокет от Слимка? А Слимк поражает своими рокет-лаунчерами сегодня. Какой опять рокет от Слимка вообще был сумасшедший? Что происходит? Ну, а Эвил опять попадает рейл. Фантастическая игра какая-то. Еще рейлган от Эвила. Здесь будет фрага. Не уйти. Причем буквально секунды не хватило Слимку, мог бы он своровать эту мигу и пожить подольше. Да и Эвила оставить без стэка. Но чуть-чуть не повезло. Рейлганом убивает Эвил. Какое-то форменное безумие. Прыгать за красным здесь само собой невозможно. Не знаю, зачем Слимк воюет. Это, ну, немного такое сомнительное решение. Получает он еще и на респе ракету. Наконец-то промахивается Эвил. И съедает две гранаты. Ну, зачем ты лезешь, Сережа? Штрафует неплохо с рейлгана, но два раза штрафует. Три раза штрафует Эвил. Да ладно? Какую игру, ребята, мы с вами смотрим? Если бы еще и этот рейл попал, это было бы вообще просто что-то с чем-то. 8-3 в пользу Эвила. Хорошо он так захватил лидерство за счет просто космической стрельбы из рельсы. А теперь ракеты, знаменитые от Эвила. Теперь три ракеты от Эвила. Потрясающе. Я помню, там раньше были споры у кого из русских киберспортсменов какое оружие является самым сильным. И абсолютно все тогда сошлись на мнение, что у Эвила это рокет-лаунчер. Но сегодня он помимо рокета показывает еще и какой-то сопредельный рейл. Опять попадает рейлган. Один хитпоинт. Можно включить машинган. Просто добить. Что ты делаешь, дружище? Что ты делаешь? И еще один рейл. Это просто безумие какое-то. Просто нереальная стрельба. Я не знаю, вот как с лимку психологически вот играется, когда ты только куда-то высовываешься и сразу получаешь рейл. Только высовываешься и получаешь рейл. Только высовываешься и опять получаешь. Проверяет респаун Эвил. Смелый ход сейчас от белоруса был с перчаткой, но... Я не знаю, как это комментирует. Я просто не знаю. Такое впечатление, что мы смотрим вот игру Килсона, а не Эвила. Ну, очень похоже. Вот очень похоже. Желтый забирает Сергей, плюс зеленый. И с таким стеком... И еще и рейл гана выбивает. Ну, это просто... Не знаю, мне интересно, с лимку вообще эту игру доиграет или еще несколько таких фрагов, и он просто... Ну, предпочтет выйти. Да, напрасно он все-таки. Ну, хотя, пожалуй, не было у него там особо шансов. Угадал с респауна на Эвил. Правда, ракеты летели несколько медленно, и поэтому он... не смог проштрафовать, но и без штрафа все равно у него все просто замечательно складывается. Плюс 10 фрагов он впереди. Осталось всего лишь 3 матча. Минус 100 первой ракетой попадает злой. Это фраг. Хорошо там с лимк, в принципе, позащищался. Он последний рокет успел, но это уже совсем... Вверх наглости. То есть вот так вот своровать мигу, но... Наконец-то мажет Эвил. Я уж думал, не дождемся. И просто держит он своего соперника на гранатах. Ой, хороший первый рокет. Здесь не дает он уйти. И еще рейлган. Да ладно, куда ты его попал вообще? Ну все, здесь можно выходить. Не знаю, с лимк, по-моему, просто... ну... теряет время и... Ой-ой-ой. Хорошо, как Эвил сейчас добивает. Просто нету... Я не вижу смысла доигрывать карту, которую ты точно проиграл, потому что, когда соперник вот так вот деморализующе попадает все, что стреляет, то потом довольно трудно собраться на... и настроиться на следующую карту. То есть лучше быстренько вышел и следующую карту с чистого листа, так сказать. Ой, случайно сейчас падает Эвил и... Совсем неудачно. Какие ракеты! Отлично! Да, ну тут стрельбой нас порадовали оба игрока, и русский, и белорус. Сумасшедшая стрельба, просто сумасшедшая стрельба. Такое впечатление, что ребята вообще на лане находятся. Эвил так вообще жжет. Он рокетом пользуется как-то, ну так, на удивление редко для аэроволка, но зато, когда пользуется, то тоже попадают абсолютно безумные вещи. 24, но это просто рейп. Играют как бы игроки разного уровня. Такой счет намекает исключительно на вот это. 20 на 5. Последние секунды. Не выдерживает Райлган сейчас Слимк, и он его не выдержал. Все логично, это Джи Джи на первой карте. Ждем, какая будет вторая. Пока быстро заглянул в чат, пользуясь случаем. Да, стрельба, конечно, просто запредельная сейчас была вообще, не знаю. 10 минут пролетели, показывать аккуратии, да, хорошо. 10 минут пролетели, не знаю, как 2 секунды. Игра только что началась, бах, все, конец игры. Какой-то турбо режим включили. Эвил, конечно, тут дал жизни. Нормально. Куда-то у меня курсор пропал от мыши. Опа. Как так? Появился. GoTDM. TDM будет позже. Сначала мы закончим смотреть фейсы. Ага. Все, начинается у нас следующая карта. О, ZTN. Да ладно. Я не знаю, есть ли вообще смысл комментировать дуэли на ZTN. По-моему, весь русский комьюнити сыграл здесь 100-500 тысяч дуэлей на паблике или еще как-то. И все уже настолько все знают, что, в принципе, ну... Ну, ладно. Эвил, кстати говоря, продолжает. Успешно начатое дело на первой карте, то есть он попал в 3 рейлганов с линка. Вот здесь откровенно он аркадит. То есть могут спокойно уйти в телепорт, сохранить фраг, пойти на плазму, например, взять желтый. О, какой подлов от Эвила, да ладно? Что творит вообще злодей? 3 плазмины сейчас попал, но зачем вниз-то прыгать? Да, попал на минус 60, но я не знаю, по-моему, Эвил ЗТ он просто ненавидит. По игре складывается впечатление, мега рейлган сейчас с линка был, и он просто хочет эту карту как можно быстрее проиграть, для того, чтобы начать играть какую-то нормальную карту. С линк показал какие-то чудеса дерганого рейлгана а-ля киллсом, просто куда-то мышкой идет, дернул рукой и попал и снова попал и еще раз попал 6-1 за минуту 45 конечно хочется верить то, что с линк настолько хорош, но это скорее особенно с учетом аэроволка довольно точно приходит понимание того, что Эвил страдает просто какой-то откровенной фигней откровеннейшей фигней точнее он даже приблизительно не собирается играть серьезно хотя я знаю что он ЗТН может играть очень и очень хорошо когда соберется но с линк кто попадает тоже безбожно просто 57% рейлган 33 шафт 57% рейл весьма и весьма неплохо но как-то уж слишком много эвил наотдавался меньше чем за 3 минуты 7 фрагов ну как-то неправильно это что ли я так понимаю он ведет к тому чтобы отдать фрагов 12 а потом просто выйти и сразу начать играть третью карту такое забивательское отношение не совсем непонятно с учетом того что это полуфиналы то есть выиграй эту карту и ты в финале где уже ждет спартия там уже и деньги так сказать недалеко тайм аут да видимо что-то случилось ничего не пишет эл так что нам остается только догадываться в чем же там дело я знаете что подумал что ведь финал уже наверное будет быстро в 5 очередная отдача от эвела какая-то не знаю что здесь о чем можно комментировать ребят просто не знаю один человек бегает и просто отдается ни о какой нормальной игре тут речи вообще не будет таки добил оппонента эвел сдается мне это очень ненадолго отдаст он сейчас очередной фраг а потом еще один и еще один пытается хоть как-то отожраться чтобы умереть от рейлгана но теперь он умрет конечно но все равно очень и очень хиленьким пока смотрится сергей а это фраг рейлган добивает слин как завещал м19 лексер и снова тайм аут что вообще происходит плохо то что сергей ничего не объясняет вообще а вот пишет до меня тут один человек отвлекает сори кто-то там видать из-за спины раздражает эвела съел гранату слим но не слишком то его это остановило эвел будет ломиться это к гадалке не ходи как говорится потому что это то как он решил играть эту карту это просто бежать вперед 12-2 12-2 и при грамотном бежбете это уже выигранная карта рэвел рэвел совсем бит и можно попробовать его шахтом прогрить хороший рэл сейчас вот сергея это фраг 12-3 но было бы конечно очень весело увидеть какое-нибудь подобие камбэка ой ну зачем ты так на гранату наступаешь ну не знаю 9 фрагов ну как бы отыграть в общем-то можно но если Слимк будет играть нормально то на затеяние можно убегать вообще бесконечно ой здесь неплохой подлог сейчас много он шарта успел попасть до того как Слимк понял вообще в чем дело ровно 100 на 100 красивые цифры сейчас мы видим у Эвела нужны патроны да подобрал и бегает ищет очень быстро перемещается по карте Эвела я бы сказал бесстрашно перемещается ищет своего соперника чуть не получил вторую ракету что вообще могло бы полностью перечеркнуть все шансы на хоть какой-то там камбэк плюс красный плюс мега попал он гранатой соответственно он теперь точно знает где был его соперник и минус 100 минус 200 минус еще где-то 70 и еще и рейлган от Слимка обалдеть просто обалдеть Слимк попал вот все что вообще только было можно и нельзя попасть просто какая-то фантастика ой меняются местами сейчас Эвил и Слимк появляется мега слышал и Эвил просто не торопится сразу забирать немножко ее дилейт на буквально каких-то 5 секунд 7 фрагов отрыв но четко плюс как играет Слимк посмотрим здесь конечно может произойти чудо респот и как лезет Эвил просто лезет ждет респ но к сожалению не везет 5 фрагов но вот зачем было в начале за 3 минуты отдавать все вот эти фраги чтобы теперь бегать и пытаться их догнать вот вопрос неплохо он первую ракету попал плюс рейл и лежит же мега нельзя ее отдавать отдает этот джи без вариантов 1-1 ребята это 1-1 пока быстренько перемещаюсь в чат напишите что вы думаете по поводу этого бреда который мы видели Юджио стримит дуэль да я сам в шоке вообще как пинги да пинги хорошо покажу на 3-й карте почему так поздно идет полуфинал без понятия форс стримит доту так кто в финале с партией уже это второй полуфинал слимп на фове 60 играет но это вообще тогда как зумом постоянно заставки баян ну нате привычно мне просто лень постоянно их обновлять так последняя карта такси сити ее то как раз думаю все уже давно и хорошо знают и после того цирка который мы увидели на затаяни я теперь вообще не знаю до начала вообще этого матча я убежден что это будет 2-0 для Эвера но после того цирка который он на затаяни устроил я теперь не знаю что думать перед таксисити посмотрим начинаем смотреть от Эвила плюс желтый плюс мега неплохо попадает он контрольную ракету еще о какие ракеты сейчас минус 200 просто и какая ракета в ответ от слимка у нас тут продолжается какой-то праздник аима попадает рейл эвил еще один рейл что вообще творится какой фраг какой вообще абсурд просто происходит на карте но тем не менее тем не менее 1-0 слимк битва за ред армор за второй эвил своей супер наглой манере слышал он что энеми забрал шав вот странно как он не попал этот рейл но правда сразу же исправился уже не отпустил проверяет респаун ой много шавта достаточно сейчас попал эвил еще больше шавта сейчас он попадает но слим просто на пофиг два рейл гана еще и контролечкой попал тоже эвил ракета в лицо блин они как будто такое чувство что они специально съедают все что стреляет энергию все ракеты летят исключительно в лицо все рейл ганы попадают просто сумасшествие лезет лезет опять эвил просто нагло лезет но чувствует он что там совсем немножко осталось у оппонента не должен он выпускать белоруса отсюда минус 100 аптека там плюс 25 явно выручает тем не менее дал он забрать две аптечки еще и сам съел абсолютно ненужные ракеты да что же происходит опять ракета в лицо но эвил убивает сам себя опять ракета в лицо блин это не дуэль это какой-то бред вообще я просто не понимаю вообще что они делают вы понимаете что это вообще все такое не знаю как это комментировать я просто не знаю это просто треш какой-то и удар такое впечатление что тут дуэль режиссировал Квентин Тарантино опять ракета в лицо ну а что там так иначе 7-3 эвил если не будет он заниматься там непонятно чем продолжит хотя бы еще минуты 3 в таком же духе то я думаю что игра будет у него в кармане но но опять же тут вообще невозможно ничего предполагать потому что оба игрока делают какие-то неадекватные вещи при этом они попадают в какие-то неадекватные вещи поэтому я даже не берусь сказать миллиметре сейчас от лица прошла ракета что довольно странно плюс мега сейчас будет для Сергея опять без печали он лезет и рейл какой рейл в конце да контролечку стрельнул жаль не попал было бы красиво вот теперь зато попал с лимк там совсем уже я думаю бледный бегает пытается выцелить его злой опять в миллиметре рейл ган но попадает он со второй попытки красный кстати таки уносит беларусь сразу проверяет рез пэвил ждет положенные 5 секунд здесь с лимк уже не уйдет 10 3 да интересный рез сейчас для с лимка получил 50 60 шахта сходу опять отдает кстати красный эвил какой рокет боже мой что вообще происходит 32 шахта 70% рейл ган 70 сумасшедшие люди что они вообще творят слышит хорошо слышит сейчас с лимка ну и наконец-то красный должен забирать эвил куда ты пошел друг вернись тебя там ждут и отдает эвил опять красный это невероятно он отдает 3 красных подряд но при этом умудряется постоянно делать фраги и еще иметь неплохой стэк по броне за счет того что он забирает вообще все желтые ну не знаю но как по мне все-таки не стоит так вот раздаривать эти ред арморы и еще одна ракета от слимка в лицо наконец-то плюс ред для Сергея отличное решение с ракет жампом просто миллиметровый рейл ган он попадает и я думаю что еще где-то 2 фрага и в принципе это будет все отрыв уже довольно ощутимый 11 фрагов опять ракета в лицо от Эвила как раз мега будет тем куда ты уходишь мега сверху супер аркадно играет Эвил но все-таки он умудряется попасть в этот рейл к сожалению промахивается следующие два хотя первый там был довольно простой в спину должен был бы он попасть мега до сих пор лежит же мега еще один рейл попадает мега до сих пор лежит 20 секунд я просто никто не забирает ну и зачем почему было не взять мегу ну а теперь я думаю это гг а нет есть еще в теории шанс ну посмотрим будет ли камбэк времени пока достаточно 2 с половиной минуты 11 фрагов если будет очень вести с респами то шансы у слимка есть да но пока это все больше остается так на бумаге вилами по воде писано хорошо здесь ждал левел четко какие ракеты сейчас от эвела одна машнинка убьет слимка но он понимает все хорошо сергей сейчас всю ситуацию что его энеми практически на последнем издыхании и даже желтый не дал унести все это джи никакого камбэка не будет 2 1 эвел выигрывает во втором полуфинале и будем смотреть мы финал с партией против эвела в очередной раз за последнюю буквально неделю они встречаются встречались они вчера на фейсет встречались они на адроид слан в Голландии и теперь вот снова сойдутся в битве за какие-то призовые я так понимаю 100 евро или что там на фейсет вообще разыгрывается можно выходить нету смысла тратить эту минуту результат кстати очень похож на то что мы видели на первой карте в частности на аэроволк в плане счета тоже было 20 плюс фрагов левела что достаточно много в кислоте там покупался только что слинг ну все джу джи пишет беларусь красивые игры показали какую-то слинг пишет что вообще ничего не считал за все игры ну что уж поделать сергей тоже пишет что он и сам то не особо что-то считает ну лукавит конечно потому что на девайс он приходил весьма весьма как раз точно вот на зате я не правда там что-то исполнял это цирк но это такое на третьей карте точно исправился так надо стопнуть запись стопнуть то